Я передаю, я, значит, естественно, там передаю, чтобы вся информация стекалась ко мне сюда, там, в отсек связи, перевожу дичайшую, Марина там делает пип-пип-пип, там тоже со страшной силой, палец уже натерла. Вы продолжаете принимать ответный сигнал. И мы с ней заняты связью. И что там передают ответно? Там передают, что все вроде тоналии будут уничтожены. А у вас есть последний шанс покинуть судно, пока вас не разнесли в щепки. Как там насчет разнообразных ломов, кира, чего-нибудь такого, чтобы дверь взломать, которая в бомбовый отсек. Да, кстати, там уже никто не охраняет, потому что, походу, солдаты выпали. Да-да-да. Как это смешно. Ну так что там? Пусть он прокинет на выпадание. Давай, да, прокинет на выпадание. Вслед за ними. Просто, ну давайте. Давайте выпадание будет, сколько, не знаю, ну 50 на 50. Хорошо. 50 на 50? Ну 50 на 50. Это обычная система. Либо нашел, либо не нашел. 50 на 50. Как это? Вероятность встретить динозавра, да, там 50 на 50. Либо встретишь, либо нет. Логично. На 1, 2, 3 ты ставишь? Я имел виду другое. Или на 4, 5, 6? Давай 2, 3, 4. Красный или черный? Красный. 2, 3, 4, окей. 2, ты нашел лом, чувак. Отлично. Ну, значит, взламываем дверь. Разбежался. Помчался взламывать дверь. Так, ты один не справишься. И только если тебе поможет хотя бы еще один член экипажа, например, инженер. Я уж не буду на баге пальцем показывать, потому что вряд ли поможет. А я по вам, я по вам жахну пока чуть-чуть. О, еще попали. О, давайте-ка я по вам жахну. Пятерка. Это вот сюда. А там уж нет ничего, там все уже в труху. У вас там еще более в труху, все, и у вас корабль начал болтаться потихонечку уже. У вас болтается центральная гондола и окружающие. Там какие-то запоры разбили. Я передаю следующее сообщение, они же там не знают. Следующее сообщение о том, что раз нас вы слышали. Вы им написали, что у вас просто бомбу сбросите, а они вам, горячие, мы вас разнесем вместе с этой бомбой. Не, ну я передаю о том, что эта бомба уничтожит полгорода. Опа, да, на поворот. Марина, передавай. А тем временем я сейчас по вас жахну. Ну я пока не буду жахать. А давайте еще раз жахать. Я сейчас, собственно, сломом наперевес бегаю в поисках механика нашего. Ты в четвертом отсеке или в третьем? Сейчас будем жахать. Я не знаю, я бегаю с другими людьми. Если солдаты выпали, то может он прокинет там на удачу, может он тоже след за ними выпадет. Спрашиваю. Я не настаиваю. Чего, 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 Саша? А можно всей команде сказать, чтобы они себя прикрепили к каким-то конкретным таким, ну, каркасу самого корабля, какими-нибудь тросами, которые могли... Чтобы постепенно вместе с кораблем уничтожали. Чтобы они могли перемещать, чтобы они укрепили с собой каркас. Но если их вдруг куда-нибудь понесет, они на этом труси... Я жахнул тут пока немножко. Это, наверное, такой подбой против атериористских вот этих снарядов. Подбой, сделать подбой. Тем временем вы в небе одни остались, у вас сбило вообще всех вокруг. А, все, снарядов вообще никак теперь даже... Лаки, Санзов и Бичи, да. Не, почему? Свалить можете, но вот в таком дирижабле горящем. Я буду дерзким капитаном. У вас есть несколько выходов. Вас либо сейчас... Вас либо подорвут в воздухе, либо вы упадете, либо вы выпрыгнете с парашютом, либо вы расстегнете корабль и отстегнете гондолу, либо вы сбросите бомбу. У вас вот эти вот варианты, пожалуйста, выбирайте любой. Ну, как бы отстегнуть гондолу равносильно сбросить бомбу, по факту. Либо у вас выгорит с вашей связью этой. А, о, все-таки добавил такой в конце. Может быть, все. Левень, Левень, ты же понимаешь, что это просто, знаешь, такая иллюзия выбора была сейчас? Капитан не может покинуть свой корабль. Я жахну по вам пока. Бомба мозгов. Мимо. Пора, пора ей, пора, 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 пора. Не, вас ветром пока сносит все, вы уже не над центром. Что там с нашими сообщениями? Я понимаю, снаряды летят, что-то какие-то движники происходят, ситуация стремительно развивается, сообщения не идут. У вас приходит сообщение, что это блеф, и у вас вы будете уничтожены. Ну-ну-ну-ну. Так, что у нас еще есть? Поиграли. Ну, видимо, нет у нас вариантов, кроме как бомбу сбрасывать. Да нет, есть куча вариантов. Куча вариантов. Жахну что-то. Умереть тут. Не попал. Умереть там, здесь. Везде. Сколько можно? Где-нибудь. Вы можете выбрать, вы можете умереть где угодно. Олежка тем временем, словом, добежал уже, да. Если у тебя будет единичка, то ты подскользнешься и с этим ломом покатишься в сторону дыры. Блядь. Я знаю, что... Единичка. Если у тебя, Олежка, будет еще раз единичка, то если ты с тегломом вывалишься, ты понимаешь? Ну, я буду планировать тогда, да, поможем. Размачивайся. Единичка, Олежка. О, боже мой. Раскручивай его, раскручивай, как пропеллер. Олежка вывалился вместе с словом. А его нельзя никак спасти, попробовать. Например. Ну, у него же парашют есть. Ты иди сюда, пест вообще. Змийный глазок. Я же кидаю его хорошо за плохие случаи. Ну, че. Ладно, Олежка, давай тебе еще один шанс дадим. Еще. Давайте баловжахну. Возможно, ты ухватил... За снаряд летящий в сторону корабля. Я не слышал, что я не слышал, что я не слышал. Назад прилечу. Нет, давай еще хорошо. Сейчас, давай я тебе дам, Олежка, три цифры. Если тебе повезет, на эти три цифры ты выпадешь, то ты зацепишься за какую-нибудь веревку, а лом дальше полетит, так и быть. Ну, давай. Ногой ты там зацепился. Выбирай три цифры. Даже четыре, и хрен с ним. Так и быть, лом мы убьем. Четыре цифры. Пять, шесть, два и три. Пять, шесть, два, три. Четыре, один или четыре. Давай, давай, давай. Это будет просто эпик 5, да. Пять, шесть, два или три у тебя должно быть, да? То есть, что нельзя выкидывать? Езничку и четыре. Он что-то засовывает там, я вижу. Шестерка. Отлегло. Просто лом дальше полетел Олежка. И кирпичи тоже полетели. Олежка повезет в метрах в пятидесяти под кораблем, болтаемый на веревочек. Я хотел здесь, я так, значит, поворачиваюсь к Джулии, говорю, Джулия, спасайтесь, возьмите порошок. А я жахну пока. Ну, как же все эти люди? Не попал. А можно к ним побежать там с этим стросом, который у меня прицеплен к моему ремню, и смотреть, как он там? Ну, я продолжаю с Джулией разговор, потому что вы уже выполнили, вы уже сделали все, что могли, сейчас здесь я, я знаком с этой процедурой, я смогу выполнить это все за вас, и вы спасете. Лейтенант, лейтенант, мне кажется, дама одна не спасется, я могу тебе помочь. Давайте я тоже возьму про... Саша, тем временем, вытягивает Олежку там, да? Я не смогу, мне не поверят. Я не сматываю, дуги из Мираловки вбираешь. Начинает, Олег, тебя начинает вытягивать, да, возвращаемся на руку. Знаешь, я предлагаю, Джули, возглавить эвакуацию. Всех тех, кто решит покинуть корабль, вот. Я говорю о том, что... Ну, хорошо, я выстраиваю всех колонной, раздаю парашют, и так по одному. Куда здесь еще никто не прыгает, я жахну. Попал. Попал. Попал куда-то сейчас, не на куда. Ну, ты попал. Прямо в рубку попал, у вас стекла все разлетелись, и все распластаны по полу. Кто-то, может быть, даже без чувств сейчас кину за всех. Кого у вас-то? Мы же не там уже. Как это вы в рубке все были? Так мы же... Так, вот сейчас за Марину кидаю. Марина норм. Какой? Ты что, а разве в рубке вот именно это оборудование? Какое оборудование? Да, конечно, все это в рубке было. А, я думал, просто какое-то отдельное прохищение. Вас всех просто раскидало, но все живы-здоровы. Олежка, тем временем, затягиваем в дыру. Жопа! Я пытаюсь... Теперь-то мы, блядь, все сбросим или нет? Ты сам же видишь, все кончается. И корабль... Кому ты говоришь, я, блядь, в рубке? Ты видишь, в каком состоянии корабль? Его шатает просто. Смысл нам сейчас уже. Сбросим, не сбросим. Сбросим. Где-то на западе забрежил рассвет. И... Жаханье вдруг прекратилось. Светало. Подожди, подожди, на западе рассвет. На востоке, конечно. Окей. Подожди, поселенная будет. Так что на востоке, на востоке, конечно. Жаханье прекратилось, до его пока не вернет уже последние две минуты. Чистое небо вокруг вас, видите, так в наступающей полумгли. Нас берут на базаре, где? Лейтенант, где мы? Мы что, больше не запретили тоналии уже? Нет, мы все еще над городом, но уже не над центром, где там, над пригородом. Ну, я пытаюсь, значит, связаться, как-то узнать ситуацию, там, я не знаю. На всех частотах молчок. Спрашивают, почему не стреляете? А что это вы закончили? Так здраво, Селёжа. Снаряды кончились, может быть. Давайте я по вам сжахну. И теперь где-то на западе, со стороны другого пригорода, вы видите медленно поднимающийся шар, а вокруг него несколько точек. Это где-то еще в нескольких километрах от вас. Что бы это могло быть? Это самые зоркие там, вот Олежку вытянули, он такой там, наизменивесый, говорит, вон, смотри, шар поднимает. А мы летим к нему, правильно? А вас просто ветром куда-то несет, у вас все двигатели отключены, вы единственное, что остались на корабле. Он пока поднимается, видимо. У вас двигатели вообще все разнесло, да? Там есть возможность, чтобы выстроить хоть какую-то тягу? Тягу? Ну, это нужно серьезную работу провести, плюс вы под креном находитесь. Блин, начинаем это делать, я ору на своих, чтобы они начинали этим заниматься. Нет, нет своих, чувак. Послушайте, пять человек осталось. Вы единственное, остались на корабле, да? Тогда я сам начинаю заниматься, работаю, пытаться выстроить хоть какую-то тягу, чтобы... Отлично, Марина, ты чего делаешь? Теперь возвращаемся к рубку, где вы стряхиваете из себя остатки стекла, каких-то щепок. И приходите в себя, ну, давайте, давайте, приходите. А вот единственное, кто на корабле остались, да? На корабле черт еще происходит. На корабле сейчас там пожар еще в стороне, в хвосте. Ву, у меня заявка, я пытаюсь прийти в себя и осмотреться вокруг, и, соответственно, когда я замечаю этот шар, ну, проходит какое-то время. Ну, да, да. И вот когда я замечу этот шар, скажешь мне... Хорошо, а пока, Лем, ты что делаешь? Ну, мне нужен, я через связи, спрошу отчеты ситуации от всех, кто может предоставить какую-то информацию. Звук сверчков, пожалуйста. Восключите. Система связи тоже нарушена, похоже. Понятно. Для начала я все-таки пристегнусь... Ну, я осматриваюсь, сели в порядке вокруг. Ну, да, там все в порядке. Кто там у нас вокруг? Это, конечно, у меня двое. Марина, да, и оглядывающийся яростно баги. Яростно просто. Так, хорошо, вернемся в Нистер, где Саша пытается там потушить пожар своей рубашкой, там, сняв ее весь такой закопченный. А у нас ничего, никаких средств тушения нет вообще? Песок. Ну, песком тогда, наверное, а не рубашка. Рубашка все-таки мне подарила моя... Ладно, хорошо, я захотел тебя придумать, но ладно, хочешь оставить. Олешка, ты что делаешь? Так, а у нас... Я так по периметру пробегусь, у нас хоть какое-нибудь крупнокалиберное орудие осталось. Все выкинули вообще. Отлично. Хотя бы прямо сжахнуть захотелось. Да нет, у нас вариантов, нам придется реально бомбу сбрасывать. Все, кердык. В жопу все эти добрые намерения. Ну так, погоди, а винтовка у меня за спиной осталась, или она улетела? Ну, улетел лом. Про винтовку мы не говорили. А, ну хорошо тогда. А зажигательные патроны у меня есть. Зажигательные? Откуда они у тебя вдруг появились-то? Ну, не знаю, у меня там несколько... У тебя вообще обычный винтовочный патрон. Ты уже начался придумывать тут зажигательные. Это же не пулемет уже. А, кстати, вокруг-то не валяется? У нас там нет никакого запасного ящика с оружием, в котором оно стоит так ровными рядами. Да у вас что только там не валяется, только нужно туда бежать, еще разгребать и смотреть. А, ты как вору ему? Собирай оружие! Большинство вас выкинули, конечно, металлическое. Ты говорил, все бы металлическое выкидывать. Нет, самое тяжелое, не металлическое. Ружье это очень тяжелая штука. Я, собственно, прихвачу второе ружье, выйду на... Мне ружье дай тоже. Да ты чинись. Давай. Сейчас нас будут штурмовать, и чини, как стрелиться, придется всем. Давай всем оружие, кто остался. И тут услышите, с таким тарахтянием, там, над вами проносится черного цвета биплан, который закладывает и уходит вбок. Чего? Да, 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 ты заметил, хорошо. Заметил, заметил. Окей. Еще раньше. Он сверху просто вынырнул, видимо, там, какая-то типа разведка повышенная. Я говорю, что, КОЛМАН! КОЛМАН, у нас нет выхода! Нам придется бросать бомбу! я пытаюсь днем я пытаюсь добраться до него но то есть я ну видимо у меня еще пока там голова кружится или типа того но тем не менее как-то собраться с силами и добраться до третьего а биплан просто пролетел да да просто пролетел и ушел каяния обращая внимание на биплан вообще я проживаю что объявляет по росте пока пока несколько лет выполняем нужно выйти на связь очень далеко я добрался несколько километров до колмана не доставьте киевская труда шара ты добрался до контакта что рядом я буду организовывать себе отдаю вас опрещено у нас нечертание осталось единственный у нас выход сбросить бомбы я сам этим недоволен но видимо нам придется это слово слышите сначала разрез с моими целями и секунду моим мировым твое твой твой монолог прерывает звук свист пуль и втыкающихся так где-то там у вас порубки потом снова звук тарахтящего мотора и ты видишь как видишь как выбитых окнах рубки мелькнул этот черный самолет с какими-то знаками на крыльях биплан и уходит запалил что за знаки ну какие то виды просто какие то белые знаки что именно было нарисовано то не заметил а не спалил да да но я пригнул себя и коману успел же да да ну у вас там очередь прошла кто-то вас прицельно решил выпалить похоже ну лейтенант что мы теперь будем делать ну решайте уже быстрее у нас нет варианта так вы пока пусть решаете и мы возвращаемся к чувакам вниз которые там вооружились уже а я пожалуй жахну саша почти затушил там а вы пока решайте а я пожалуй саша уже почти затушил там костер а Олешка что там тебе гнездо делает яйцами ты сижу ну яйца да и патроны все подбираю под себя чтобы так ты сверху будешь гнездо делать или снизу там на веревке будешь болтаться на веревке болтаться зачем на веревке болтаться у вас корабль с креном хвоста вниз пока мы не закончили хочу сказать вы были отличной командой я не знаю а откуда а обзор лучше обзор сверху конечно лучше блин и вверх лучше видно сколько там а вверх сейчас как раз и обстреливают ящик патронов три винтовки не поползает рэмбо пошли больше винтовок больше винтовок бреда нахер винтовки они тебе не помогут сейчас проверим окей ты ползешь мы возвращаемся в рубку где колман 3 с невозмутивым лицом готовится умирать я так понимаю или что там вспоминает всех своих родственников каждый из которых подиб на своем я вообще на самом деле кстати хочу посмотреть в глаза колману и понять вообще что он думает по поводу посмотри ему в глаза колман да я думаю что у него такой же взгляд как у лемминга ничего не видно что он думает да это замутнет нам немножко обкуренный не знаю он всегда такой поэтому я спокоен да да попыхиваю у него голубая голубая кровь просто понимаешь она не кипит а я понял хорошо у меня коричневая она булькает бурлит ладно марина ты хочешь что-нибудь там сказать я хочу сказать капитан давайте сдадимся может быть они нас помилуют сохранят нам жизнь ааа ааа в жопу я не знаю где он я вижу где то вообще ключ там или какая то херня ключ на 20 да нет да ключ который который мы открываем где он он у колмана У Колмана, конечно. Я говорю, Колман, отдай мне ключ! Ключ! Колман! Колман нас всех убьют! Если бы они хотели нас убить, уже бы убили. Они прекратили стрелять по нам. Они только что стреляли по рубке! Ты что, придурок! Он сейчас сделает второй заход, и нам всем... Я повторюсь, если бы они хотели нам навредить, они бы не перестали... Они бы не отозвали зенитную артиллерию. Ты не понимаешь, ты видел? Там шар, там какие-то точки! Да это по-любому истребители нам... И всем... Уходите, уходите. Вас никто не удерживает. Парашют и уходите. Да, хорошо, дай ключ, я пойду выйду. Ключ, зачем? Выйду в бомбу. Хочу, если скинуть личинку одну! Можно мне выйти? Прокинь на то, что я даю ему по морде. Ну такой, пощечный такой, серьезный такой пощечный. Давай, если будет 5-6, то ты ему жахнешь. Да, давай, ты пощечный, который приводит в себя. Ты хотел ему жахнуть, но потом что-то так растерялся и как-то так... Эх, жахнул бы сейчас, я его не буду. Нет, подожди! Это фигня какая-то! Если он хотел жахнуть, то он должен жахнуть. Я просто замахнулся и передумал. Так, Саша, что ты хотел? А, во-первых, вопрос. Там вообще все безнадежно, правильно ведь? Чё? Там ведь вообще все безнадежно, правильно? В смысле? Ну, я имею в виду все механизмы, которые находятся сейчас. А, ты про это? Мол, ничего не спасти, правильно я понимаю? Нет, там еще и попыхивается. Ну, это спасти можно, но только в спокойных условиях. Не, у меня паника, я ничего не знаю. А у вас сейчас там еле-еле ты добился того, что вы не теряете высоту. А, Марина, быстро бегу на группу капитана, потому что связь не работает. Я не могу. Почему? Я не жидан, и я не могу бить. Не, Лене, Лене, почему ты ему не дал пощечину? Потому что сам меня попросил прокинуть, типа, на то, сорвался ты или нет. Если ты хочешь ему дать пощечину, реально заявлять, что действует, то без проблем, что он ждет. Для этого кубики не надо кинуть. А, ну, конечно, давай. Я не знаю, что ты там придумал. Я к этому и говорил. Я думал, что-то как бы. Я думал, что сначала дать по морде, потом подумал про пощечину. Он тебе влепляет пощечину. Ты даешь мне пощечину, да? Уже дал. А, целый. Из кубиков, а может, я хотел увернуться? Да нет, ты был в запале и ты не заметил, как тебе прилетело. Да все, он мне дал пощечину. Хорошо. А вот сейчас как раз я должен тогда спросить, меня это больше на агрессию проперло с этого. Это нужно тебя спросить. Ну, вот тут, видишь, это такая фигня, которая как раз лучше кубиком решить. Ну, давай, хорошо, а ты сильно агрессивный, ты склонен к этому? К агрессии... Срываться. Ну, видишь, я сейчас в панику как бы, ну, отыграл, поэтому, наверное, ну, не знаю. Ну, давай, если будет у тебя 5-6, то... То. То ты потеряешь контроль, начнешь его мутузить. Но ты учитываешь, что я бывший преступник, и поэтому для меня подумал. А он военный. А я... Со шпагой. Поэтому я и не люблю военных. Нет, ты просто остыл от этого, и не стал его бить сразу же. А, хорошо. Решил обдумать свою ситуацию. Я так, знаешь, последний... Так, подожди, ты пока подумай. Олежка в это время выбирается на поверхность шара, на ту верхнюю палубу, которая... Драматичная, сначала одна рука такая. Была для посадки, помните там, куда вы садились? Она сейчас под большим наклоном, и тут ты вот, выбравшись туда, видишь, как... В нескольких сотнях метров идет на разворот биплан. Которая сейчас будет разворачиваться в свою сторону. Так, так здесь крюки есть такие, чтобы прицепиться, ну и не упасть с этой херни. Ну есть, да, есть такие страховочные тросы. Ну вот, цепляюсь тогда за них, за пояс или за что оно там, ну, упираюсь обеими ногами. Он разворачивается и видит тебя, вылезшего. Ну, под бедра с двух этих самых. Что, дурак с двух бринтовок от бедра? Ну да. Ну сначала он по тебе жахнет очередь. На этом мы и закончим твою заявку. Попадет, если будет единичка. Единичка, ага. Я очень щадящая система здесь. Не попал. Вокруг тебя бьется. А ты попадешь, Олешка, только что на одном будет шестерка. Олешка, что ты включил? Что поклеить кровавые пятки? А что делать? Ты, Олешка, тоже не попал. Он пролетел мимо тебя и дал еще одну очередь по рубке. Но там, если кому-то не повезет. Две единицы упал. Отлично, значит, кому-то не повезло из вас. Сейчас определим, кому. Марина. Норм. Лемен, хотя шестерка. Поменьше будет. Двойка, у тебя баги. У тебя задело пулей. Которая прошла насквозь обшивки и тебе предплечье царапнуло. Так, что солидно царапнуло, но не до кости. Ну, я кричу и хватаюсь за предплечье. Я ползу и его что-нибудь, не знаю, отрываю край от юбки, там, перевязать, чтобы... Я иду к аппаратуре, я иду к аппаратуре и передаю, пытаюсь передать сообщение о том, что там переговоры, переговоры. Ника Шейшин, Ника Шейшин. Я при этом матерюсь... Я при этом матерюсь, катаюсь по полу и... Я этого вообще не слышал. Я этого вообще не слышал. Почему я должен... Не-не-не, Олежка не слышал, что там переговоры, он там наверху. А, нет-нет, я... Меня не слышно наверняка. А ты здесь при чем? Я про Лемминга хотел отыграть. Ну, отыграй, отыграй, давай, потом вернемся. Переговоры устроить. Отыграй полностью. Голман, да ты не видишь, не готовы они на переговоры, все тщетно, давай уже сбросим чертову Болмана и головы. И потом дальше матерюсь и хватаюсь за руку так же, потому что мне очень сильно больно, наверное. Вот. Я пытаюсь его как-то придавить, чтобы он не дергался. Голман, не будь наивным! А я и не дергаюсь, пожалуйста, перевязывайте мне. Приходит Джулия, приходит, успокойте его. Я показываю Джулию, вот тут Бобо. Я пытаюсь. Вот тут Бобо. Приходит сообщение, повторяющееся. Приходит сообщение, повторяющееся. Так, 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 какое. Всем без оружия построить на верхней палубе, возможно вас пощадят. А я могу расшифровать это сообщение, я услышу, нет? Ты же не знаешь, что-то не может, чувак. Ну, да. Может, открылась. Я думаю, Марина, наверное, вслух переводит всем это, да? Ну, да, да, конечно. Так что все нормально. То есть, я слышал. Вообще, это я как бы. А в это время Олежка видит там разворачивающийся... Ну, не знаю, я или нет, что они сказали. Олежка, ты видишь разворачивающийся самолет и можешь по нему стрельнуть, потому что он стреляет только вперед, а ты можешь стрелять во все стороны. Сучьи потроха. Я, конечно, стреляю. Короче, Марина, не кроешь по-макетонски. Сейчас бахаешь. Попадешь на единичку или на шестерку выбери? Давай на шестерку. Единичка. Не полюс. Вся колена. Шваброй, скотина! Да, вот тем временем Марина перевела этот. Да, Саш, ты там что делаешь? Ты, наверное, тоже в рубку идешь уже? Саша, я бегу в рубку предлагать идею. И тут как раз, когда вбегаешь, ты слышишь, что Марина говорит, что вам предложили сдаться. Да это уловка, они на всех перебьют! Ну, если они нас хотели перебить, они давно уже перебили. Да они пытаются это сделать, просто у них какой-то мозилла вокруг нас летает! Вы не можете сейчас мыслить рационально, успокоиться. Что, какое рациональное? Ты что, псих? У меня есть с собой Валерьяночка. Наверняка тоже. Я считаю отползать от этих людей. Вколи мне бутылочку. Да, давай, вколи мне морфина! Олешка, он еще треть пути до тебя пролетел. Можешь еще раз стрельнуть? На единицу или на шестерку? Слушай, погоди, так может мне реально проще с одной все-таки винтовки стрелять? Давай с одной, у тебя будет вероятность две цифры каких-нибудь. Давай. Ты прицелился? Давай, 4-6. Пятерочка. Не попал. Никогда не дели расставленные цифры, подруга. Так, мы возвращаемся в рубку, где Саша, ты тоже ворвался в рубку. Я спрашиваю, что такое, Теодор? Такой спокойный вообще-то. Что такое-то? Что вы делаете? Почему не напошлось? Какие люди все спокойные? Я здесь понимаю реальность ситуации. Ты уже под морфином не ори. А я не могу. Подожди, но он же постепенно начинает действовать. Я как раз хотел... Ты, Олешка, видишь приближающийся еще один красный самолет. Красный? Красный. Красный моноплан. Блин, красный быстрее. Конечно. А у него есть две полоски? Не видно, он пока в фас. Черт, а. Ну ладно, три полосочки. Ты, Олешка, пока разглядываешь... Ты видишь белые знаки на черном самолете, это два-три зубца на одной стороне, два-три зубца на другой стороне. Знает Геральдику этого мира? Олешка должен знать Геральдику. Наверняка... Я вообще откуда просто... Да наверняка отсылка какая-нибудь к ДНД. Хотя я был посыльным, в принципе... Не, ну не в этой стране. Маловероятно, что я чувствую. А если ты был, значит, тоже... Ты не знаешь. Ну давай, ладно, кинем... Кинем процентник. Если будет 9-10, то ты знаешь. Не процентник, а десятый. Да десятый. Да десятый. Если будет десятка, то есть ноль. Значит, ты знаешь. Четверочка, нет, ты не знаешь, что это за знак. Беда, печаль прям. Возвращаемся в рубку. Продолжайте, господа. На меня уже начал действовать морфин, который мне... А тебе не заявляли никто, что его вкалывают? Как это? А заявили, да? А ты через силу или вместе с подсего согласия? Да он орал, да, конечно, давай у него морфин. Да нет, ну это шучу, ясень, хер, но я думал, что подтишка тяганула. Не, 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 она должна, она должна прямо, она подошла с углой, типа, собралась вкалывать. Ну да. А, подожди. Но ты тараненый. Ну да, я рад, но если я вижу, что она пытается шприц ко мне поднести, ну нафига вы. Я начинаю говорить, что ты делаешь? Отмахиваюсь ты, Джулия? Какого хрена? Что это такое? Ты, ты что ты делаешь? Пусть прокинь какой-нибудь... Я, 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 я варене, я... Не, 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 я отмахиваюсь, я отмахиваюсь, я отмахиваюсь. А это ты, Марина Бешамцев, ему втуткнув, что-то можно, да. В руку хотя бы, в которую он отмахивает Я напоминаю, в руку, в ногу, в ногу, я очень ловкий парень Хорошо, Саша, ты чем будешь заниматься? Ну, я, во-первых, пытаюсь закончить фразу, которую он говорит Да, давайте Саше дадим договорить А я знаю, первое бесплатно, да Давай, Саша, говори Геркоман третий У нас уничтожен практически весь дирижабель и здесь делать нечего Я предлагаю снижаться по возможности и снижаться к ближайшим горам Может быть, в лес какой-нибудь Если нас еще не возьмут до этого времени, мы можем там рассредоточиться Вы знаете язык, я знаю язык Вы сможете направить как-то? Я не знаю, я знаю Пойдешь с нами Сейчас он неуправляемый Да, да, понисть, ты плав, бля Вы можете снизиться, это не проблема Нам придется Надеяться на случай Исполнять А как можно снижаться? Снижаться, травить газ Спускаю давление Травить газ, и он будет просто сам по себе, как воздушный шар, снижаться Спустить газы Спускаю медленно, чтобы показать, как будто бы, ну Спускаю газы, чтобы показать, как это делается Окей, ладно, пока наверх мы Олежка, давай у тебя последний Лицо наше научат всех спускать Последний шанс прицельно стрельнуть в того чувака на черном самолете Давай Давай две цифры какие 4-6 4-6, я решил ими бомбить Да 4 Ты попадаешь, и сейчас мы посмотрим, куда ты попадешь Если ты попадешь в 5-6, то это будет человек, а если все остальное, то самолет Какой большой шанс-то? Ну да, он меткий стрелок Троечка Попал куда-то в самолет, в обшивку В двигатель Сейчас посмотрим, насколько А куда ты теперь попал в самолет? Троечка, нет, ну что-то такое, неважное Просто пробил обшивку Теперь осталось только как не уворачиваться от пули Ну сейчас тебя двое будут долбить уже Да беги Ву, потом на меня внимание обрати Хорошо, да, и тут красный самолет стреляет по Олежке Он попадает все еще на единичке Очень ладно, будет два всего лишь кубика Нет, он промахивается И проносится мимо И тут вы тоже видите в рубке, как мимо вас проносится красная такая Смазанное пятно с тарахтением Ну да, что там кто хотел теперь? Я хотел, смотри Ву, у меня такое предложение Мы можем прокинуть на кубиках дальнейшее развитие моей истерики? Ну то есть смотри, у меня есть несколько вариантов Либо я сейчас побегу дико, короче, схвачу ближайший там пулемет или что там есть Искать, чтобы вгасить врагов Либо агрессия выйдет на своих Либо на... Не знаю, либо я попытаюсь принять успокоение там какое-то Я напоминаю, что вам предложили сдаться, но все вы на это забили хер похоже Я как раз об этом хотел Давай Я отправляю сообщение еще одно О том, что вы должны гарантировать моим людям безопасность Окей Сообщение отправлено А честно я по вам жахнул Из самолета вот этого Ху, ну давай прокинем Красненького Чёрный сейчас стреляет по Олешке. Не попадает, блин. Там вокруг Олешки везде там... Он же весь такой стоит обтыканный просто по трафарету. Везучий. Олешка, ты теперь можешь стрельнуть? В какой? Красный выбираешь или в чёрный? Свою квоту чёрную дачу он на двух единичках выработал. А в какую? Чё я куда стрелял? Красный или в чёрный будешь стрелять? В чёрный где-то стрелял. Чёрный? А кто из них массивней? Ну, в первый биплан чёрный, а второй моноплан. Биплан, значит, двойная. Давай, в чёрный тогда. Тебе в чёрный стреляешь. На какие цифры? 4-6. Попал четвёрочка. 5-6 это, значит, попадёшь в человека. Давай... 4-5 в человек. 4-5, окей. Что за... Магия какая-то. Попал в самолёте абсолютно куда? Шестёрка. Ты ему попал куда-то в важную часть, и он... Важный орган залет. Тарахтение у него немножечко стало менее ритмичного, а потом пошёл белый дымок. Он сразу начал делать разворот. Давай отсюда уже, хватит тебе. Так, возвращаемся в рубку. Олег, тебе нужно, знаешь, что персонаж такой красной лентой, вот здесь вот повязанной, короче. Ты из лука можешь вертолёта сшибать, как Рэмбо. Нормально. А лука здесь нет, лука нет. А хер с ним, ну, однофиксенно. Так вот, Вуд, чё, мы прокинем на кубиках дальнейшее развитие истерики или нет? Давай, хорошо, если ты хочешь. Ну, я хочу, да. Давай. Смотри, давай... Так, у нас тогда получается три варианта, да? Да. Давай 1-2, это против... 1-2, это против своих, нет, не своих, а этих. Против чужих. 3-4 против своих. И 5-6 я успокаиваюсь. 2 против чужих. Против чужих. Хорошо. Я пытаюсь максимально... Против чужих. Бежишь оружие искать? Да, у тебя не было оружия, точнее. Не, а я, кстати, нифига, я, между прочим, в конце прошлой сессии отбирал оружие у вот этих гавриков, которых мы с Леммингом скрутили. А, окей, ладно, значит, у тебя есть оружие. У меня есть оружие, минимальное. Ты побежишь туда, где Олежка тоже? Или будешь из рубки отсюда бомбить? Не знаю, откуда мне удобнее, как мне кажется. Ну, тебе из рубки видно, когда они мимо пролетают. Сейчас можешь сразу стрельнуть по красному, например. Давай, 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 стреляй. Только ты стреляешь и не так хорошо в колешку, у тебя будет только одна цифра на попадание. Ёжики-воробушки. Ну чё, какая цифра? А, я должен выбрать. Мат, ставки, батюшки. Ну, давай, три. Три, хорошо. Шесть у тебя не попал. Ещё бы я выбыл, шесть. Что ты там? Приходит радиограмма. Что там? Никаких гарантий. Отлично просто. Я там кричал, прям, знаешь, начинаю выстреливать. Начинаю херачить просто. Да вот мышь. Пошли в жопу, суки! Ну, как-то так. Саша, ты чем уйдёт? С кремниевого ружьё. Да, да, да. Саша, ты чем уйдёт? Примерно, пошли в жопу! Пш, суки! Так, порох засыпать, это так. Сейчас, прежде чем Саша скажет, что он будет делать. Там тот чёрный самолёт, который пустил белый дымок на повороте, пустил чёрный дымок, лёг на крыло и начал понижаться. У нас чё там? Перечница и солёжница вокруг летают. Нет, это у нас ещё пускать газы. Так, Саша, теперь ты давай, чё ты хочешь? Я пускаю газы. Удирижабля. Больше снижаться, да? Да, разумеется. Рядом с самым. Удирижабля, я контролирую этот процесс, имею в виду, что да, мы снижаемся, мы идём по какому-то определённому вектору, но делать это так хитро, чтобы не задеть там гору какую-нибудь в возвышенность, а сесть так, чтобы быть за пределами обстрела, артиллерии или чего-нибудь ещё. Ну, то есть, знаешь, вложбину какую-то такую. Ты уж больно хитрый план-то придумал. И в лес. Из города вылетели. Какие там горы-то? Я не знаю, какая там обстановка. Я вообще не вижу. Это же даже не факт, что из города вылетелось. Есть горы, расположены наравнение, а наравнение есть река. Эта река проходит через город. А там есть лес какой-нибудь, перелесок? Перелески есть, да. Ну вот к чему-нибудь такому, где можно было... Хорошо, я понял. Ты пока это всё примечиваешь, и подлетают ещё три самолёта, которые все красного цвета. Монопланы 2 и 1 биплан. Манщики. Начинают кружить вокруг, и приходят в радиограмму, что у вас есть последний шанс, прежде чем... Ребята, если я правильно понимаю намёки Dungeon Master, то, по-моему, у нас есть два варианта. Либо сбросить бомбу, либо сдаться. Всё, больше других вариантов у нас нет. Вот здесь вариант, я буду дерзать на парашюте. Прыгнуть с парашютом, у нас есть вариант. Ну и быть прошитыми... Ну это там уже как получится. А как насчёт того, чтобы здоровенный шар, что там? Он приблизился, да. Но до него ещё пара километров. То есть, если мы сейчас сбросимся с парашютами, то они потом в итоге собьют рядом с нами это газовое оружие, и нам тоже как бы крантец. Как вариант. Но недалеко улетит же эта Колымага. Мы полетим, рядом упадёт эта херня, и всё. Но она может сесть, а не упасть. Хорошо, давайте делаем небольшую паузу, и потом без саспенса посовещаемся, что делать дальше. Хорошо? Да, уже давайте. Я пошёл курить. Ну вас нафиг. Пять минут паузы, и мы продолжим. Не разбегайтесь, уважаемые зрители. Хорошо. Я не буду разбегаться.